Всем еще раз привет, мы снова в эфире, смотрим Сатрим Лига. Финал региона Юго-Восточной Азии. Тайгер спротив команды Адмирал Дота, BO3. 1-0 в пользу команды Адмирал. Очень напряженная карта получилась, но Адмиралы смогли дожать. Кстати, Энигма смог набрать необходимый артефакт. Мы помним эту переломную драку на центре, когда ребята начали массово купаться, несмотря на плохой блокхолл Энигмы. Буквал после стран протектор и спас сначала Тинни, потом Шейкера, потом... Там еще он кого-то... Ну короче, два или три спасения мы увидели, после которых Тайгерсы посыпались и уже не могли камбэкнуть. То есть у нас интересный драфт, у нас драфт... Такой, знаете, старой меты. Это я говорю про Энигму и Нагу. Вот эта вот комбинация с Ли плюс Блэк Холл. Можно будет ее использовать. Вообще, Нага герой любопытный. Странно, что мы видим его сейчас, когда он вообще нетипичен для меты. На Инте мы его видели буквально пару раз. То есть... Пальцем рук можно пересчитать, сколько было игр, где Нага появлялась. На протяжении всего турнира, учитывая даже групповую статью. Пуглина, ФП от Тайгерс. Мирана появляется, Джек Киро появляется. Интересно, радует команды. Снова намечается активная дота. Остается по последнему бану. Будем ждать. Продолжение следует... Продолжение следует... Очень долго думает Тайгерс над последним баном. Остается полминуты. Пора бы уже что-то придумать. Ага, это Лина. Ага, это Лина. Как думаете вообще, что-то по позициям? Это Энигма сложная? Это Нага пятерка? Или Нага вообще там... Не знаю, кэрри, мид? Ладно. Мне кажется, тут все-таки пара саппортов. И Энигма тройка, плотикер, двойка, либо единичка. Мы сейчас увидим либо мид, либо кэрри. Не верю в Нагу корр позиции, как хотите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Так, ну что ж, алхимика забанили. И полтора минуты подумать. Адмиралы особо не теряли бонус тайма на протяжении всей стадии драфта. Поэтому можно что-то выдумать. Что же, что же можно... Тинни есть у нас? Тинни сами забанили. Ага. Тинни хорош с плотикером в комбинации, вам скажу. Показывали это один раз с Virtus.pro. Ты тосаешь на какое-то огромное расстояние под рапчером, и вы можете убить вообще любого. Там урон чудовищный. Джиггернаут. Позабытый молодой человек. Да, все-таки это наглядь, верно, пара саппортов. Жадный, на самом деле, пик. Такие фармилы. Знаете, что Энигма, что Джиггернаут, что даже Блаттикер. Но если игра доходит до стадии лейта, то пока я не вижу никаких шансов у тайгерса. Они могли алхимиком, да, как-то перевернуть и хорошо фармить в ответ. Но может как-то запушить, какого-то Драгонайта взять, например. Драгонайт, Пугна, Мирана. Как вам? И Джиггера. Да, Драгонайт хорош, мне нравится. Чисто в пуш пойти. Постараться задушить противника. Ну, а сейчас узнаем. Ну, типа, Шторм неплохо работает против Энигмы, и на Шторма здесь контроля как такого нет. Это правда. Винтерскерс. Черт, ты дашь, сетка не работает. Рапчер тоже, в общем-то, для Шторма не так страшен. Хорошо, да, Шторм. Шторм именно в плане отсутствия контроля здесь не нравится. Потому что остановить его в драке, если не дать хороший блокхол, будет непросто. Это Блаттикер, Соломи, это Джиггернаут на легкой, это Энигма на сложной. Соответственно, с другой стороны, это Пугна на сложной. Это Мирана Кэри и Шторма центр. Вот так вот получается. Так, поехали. Возможно, последняя карта в рамках квалификации региона Си, а возможно, нет. Если же победят Адмирал Дота, ну, для меня это будет удивление, да, что именно они оказались участниками Минора. Ну, и как минимум мы будем с вами знать, кто это такие, потому что, я думаю, для большинства эта команда, кажется, совершенно неизвестная, непонятная. Ну, сконнекты. У Тайгерсов, да, какие-то постоянные проблемы с паузами, я не знаю, где они находятся, боткемп это или нет, но Адмиралов все в этом плане чуть по-лучше. Постабильнее. Так, крипстатик, шейкер вернулся. Уже купил себе ботинок. Так, сикер мид, Энигма здесь, ну да-да-да, ничего не произошло после стадии выбора героев. Ребята остались по своим позициям. Поглядим за Нагой, Нага и Энигма. В общем, Нагу любили использовать дабл линию в какой-то момент, это было в начале этого года. Бывало такое. Ого. Давай еще. Какая-то насмешка, видимо, с Инта. Расставили, ребята, варды. Здесь контролирует Энигма. Перемещение Джокира. Ну это может быть ловушка, Энигма может подумать, что здесь уже вард стоит. А здесь варда нет, что по сентри, сентри нет. Только один опс вард. Понятно. Ну что ж, игран начинается. У нас намечается драка на руну. Здесь, видимо, руну свою Таггерс отожмут. Здесь будет чуть поинтереснее. Давайте взглянем. Пугна выходит. Дает бласт. Бладфьюри. Фитсура. Джаггернаут руну забирает. Продолжается погоня за Пугной. Пугна. Бласт под себя. Пугна отпускать не должны. Да, удар с Артикберна. Помогает Джаггернауту впоследствии сделать ферсблат. И по рунам выходит 2-2. Но, разумеется, плюс ферсблат для Талиба. Он покупает тебе сразу же топорик, как я понимаю. Очень много регена у него стоит. Или стики. Ну, ладно, не суть, что он там купил. Наверное, стики. А может, и то, и другое. Все-таки он с ФБ получил 300. У него там какие-то деньги еще оставались. Так, и теперь стики, топорик, щиток. И Пугуна сейчас эти бутстики постоянно заряжать. Центр. Это Шторм и Блотикер. Ну что, Шторм. Герой стабильный. Ну, в общем-то, Блотикер тоже стоять может. За счет своего Блодрейджа. Может, от крипов отъедаться. Ему даже реген особо не нужен. Так что, наверное, самое интересное, если они будут это снизу и на топе. Я думаю, что на центре какого-то прям экшена не будет. По крайней мере, до уровня 6 от одного из героев. Ох, какая красивая нага. Вау. Настоящая русалка прям. А, Блуд Джаггернауту время от времени мешать. Мун Миндр. За счет своего дикрипифая. Но Джаггернауту свой фарм возьмет. Ланикба пока стоит на лень. Достаточно уверенно. Под тавером крипов старается добивать. Ну, тут Денайд. Вандеркин. Молодец. Сейчас по рейнджу крипов посмотрим, будет битва. Но добивает его, да. Миран даже не пыталась Денайд. Блотикер остается на Супер Лу ХПФ. Ласк сбивается. Трудновато, трудновато становится. Шторм находит руну волшебства. Если была пригенерация, скорее всего, Блотикера его сейчас можно было здесь уничтожить. Но с волшебством не так уж и страшно. Блодрайд Алисон дает под себя. Ой, слушайте. Он мог сейчас пойти. Он мог сейчас идти до конца. Там не было фарифайеров. Там не было ничего. Должен ехать реген. Да, да, да. Регена очень много. Но Блотикер сейчас зря. Зря. Не дооценил свои силы за счет пассивочки. Тогда она была первая. Мог попытаться. Но хотя бы ХП себе восстановил. Еще под Денайд крипочкой. И почти фулл ХП имеет без использования фласки. Так, там, я смотрю, идет Виверна. Крипов отводить. На центре выход от Наги. Скан хороший от сил света. Поэтому к этому гангу готов. Ах, жид. Так-то понятно, да? Комбинация сетка плюс... Блодрайд работает... Несмотря на первый Блодрайд. Удачно. Даже в будущем. Даже в будущем. Немножко гоняют. Виверну. Ох, ошибается. Отсыпается Жиггернаут. Вонага. В итоге выйти за гангой, что Транспирита не смогла. Она возвращаться назад. Хотя непонятно, куда себя чувствует Энигма на линии. Хорошо. И один на топе пытается убить Муна. Но нет, нет. Мун очень быстрый. Мун очень быстрый. Быстрее, чем Жиггернаут. Были бы фейзы, конечно, это было бы... Гарантированное убийство. Без фейза трудновато. Руна ускорения для Блодсекера. Не сказать, что лучшая руна, которую можно было бы придумать. Ну, так вот побить. Главное не заиграться. Главное не заиграться. Так, еще один выход. Очень аккуратно. Заставляет нажать телепорт. И Блодсекер возвращается к своему тавру. Ну, в итоге Блодсекера убили. Да, сместился Шейкер. Блодсекер очень нагло играет. Стрела мимо. Погибает Виверна. И не может Жиггернаут разменяться. Не может здесь никого убить. Теряет еще свой Хелинвард. Контролит Тайгерс и Баунти, собственно. На центр снова готовы ходить Наган. Шторма почти шестой. Совсем скоро убить будут уже шторма. Намного труднее. Есть Рапчер. Есть Блодрайд. Будет сетка. Штурм спирит. Долго живет, но его убить. Должны, должны, должны. Хоть эту концу. Но Ага Ферри Файер. Жить, жить, живет, живет. Но Ахжид. Действовал очень грамотно. Почти разменялся. Это был бы максимум, который он мог бы сделать. Погибает Энигма. Да, попала стрела, видимо. Или просто задули, убили. И что там произошло? А, он в нейтралах вообще умер. А, видимо, это произошло в моем случае случайно. Хотя, возможно, он донавился. Ладно, я упустил момент. Сократился на другую линию. На карте. Не все так гладко, вот же Гернаута, как было столевая минута, когда он сделал Феррсблат. Пришел на линию запакованной фейзы. Потихонечку появляется Аквила. Но могло быть все намного круче. На центре атака. Штранспирид под Сайл. Он сам есть Рапчар. Штранспирид попытается сейчас убить двоих. Но стрела попадает по Блаттикеру. В итоге Блаттикер погибает. Нага погибает. Миран очень круто сюда приходит. Получает много-много денег. Больше пяти сотен. Круто. Очень важный телепорт. Если бы не телепорт Адмирана, здесь бы вообще никто не погиб. У команды Адмирал. На топе. Атака. Может быть на Шейкера. Есть Фиссура. Джиггернаут Омнислэш. Там Декрип. Очень круто сыграна от Муна. Есть Тотем по двоим за счет Афтершока. Пошел Стан. Винтер Виверна в Кулны Брейсе погибает. Да, видно было, что урона хватит. И не получится никого убить. С ума сойти. В твоем. Смогли убить Виверну. Убивают еще и Джиггернаута. Параллельно погибает Энигма снизу. Это была размена Джокера. Видимо за счет Дуал Бриза либо Ликитфайра. Догорела Энигма. 7-5. Да, на этой карте все намного лучше, чем это было на предыдущей. Для Тайгерс. По крайней мере пока. Сура, в этот раз был от Фьюри. Лайф Дрейн. Муну очень круто спасает. Очень долго живет Шейкер. Мы должны его добить. Но в этот раз уж точно, да. Так, наверное, Муну можно попытаться. У Муны есть декрип. Можно нажать декрип и попытаться сделать телепорт. Тут приходит Джокера. И спас по двоим. И Митра Виверна. Кулны Брейс на себя. Бла заходит, убивает еще и Мун Виверна. И Джокернаут говорит, все, парни, всем пока я побежал. Параллельно есть убийство Намирания. С помощью блокхола, как я понимаю. Сбивает телепорт Наги. И Нага также здесь погибает. Да, сгорает. 14-37. Джокернаут просто ушел на шрайн. 10-8. А Бладсикер почти с Бладмейлом. Без, я думаю, какой-то Рейденс тоже не помешает. Так, сеточка на Джокера. Ну, Джокера продает. Не по шансам. Даже без Рапчера, но уйти было трудно. Ну, что ж, может быть, Бладсикер это самая палочка-выручалочка сейчас для команды Адмирал, которая будет камбэк. И Джокернаута пока слишком мало. Ну, и разумеется, Джокернаут, его Миссаж Контрит очень сильно пугна. Нага пока пустая. Непонятно. Непонятно. Что с ней делать? Виверна тоже особо не блещет количеством денег. А Шейкер понемножку почистил Арканы. Семь сотен. Блин, будет не самый быстрый, но он появится. Скоро. К минуте в пятнадцатой вполне реально. Снизу. Такой вот выход. Энигма скоро появится. Блокхолл, видимо, в этом. Идея. Анатубе падает башня. Анатубе падает башня. смок адмирала использует посмотрим к чему это приведет на центр выходить далеко да непонятно конечно в идеале найти какой-то что он спирита найти какую-то мирану найти какого-то пугну но все находятся совершенно других линиях поэтому смог похоже будет провальным саппорта найдут вы понимаете что этого слишком мало ну тут все потенциале может работать да мы понимаем что когда игра дойдет до миддлайт гейма будет три сильных короб будет нага который нажимает слип потом и заход был кол сбить это скорее всего будет нечем контрит нечем тогда да но конкретно сейчас посмотрим может быть тигры смогут задавить вот и 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 тигров уже 27 раз за эти два дня но мы подождем сколько у нас вообще на трансляции людей 1913 человек, ох сколько ботов набежало жесть каждому боту привет скан, отлично, отел свет как же они палят, все ну хотя бы мид забрать, это уже было бы хоть что-то но есть ощущение, что готовы здесь подефиться тигры пришел джакера, дал макрапиру хотя бы крипу, ну бэкдора напомню, ты один нет то есть можно идти танковать просто кем-то и все nice pass, очень долго пушат очень долго но зато могут убить джакера, даблодрайд заходит, стоит хеленвард и убивают, но вот как отсюда уйти не совсем понятно, х слэм моментально уничтожили, есть слип, но с толку от нее ноль, подходит энигма миднайт пульс блэкхолл, стрела моментально сбивают очень четко сыграно как же тигры контролируют ситуацию убивают троих остается нага ее отпускать не должны вот так да очень манила вот эта ситуация когда три игрока стоят подходи давай блэкхолл но миран рассчитала краешком попала и даже наверное если блэкхолл бы прошел весь то урона бы не хватило урона не было урона было слишком мало чем урон там носить бладсикером вот этим но это не урон джаггернаут бустом не слышно там мог бы попрыгать без него сомневаюсь тесора на центре бладсикер больно блэдмейл и живет живет но там идет шейкер фиссура в кулдауне слишком долго линза упукны да душат душат пока шторм не забываем все это время фармить использовал ему лайт был но он не пригодился шейкер не нашел там никого на шрайне или где-то еще на центре атака на нагу нага уходит шейкер уже за блингдайгером вот он пятнадцатая минута блингдайгер готов очень пока это саппорт у адмиралов пока две пятерки на карте во время как у тайгерс присутствует пятерка присутствует четверка конкретная это плохо контроль баунти контроль баунти рун две для тайгерс две для адмирал тут все порвано эниггмана рашет бкб да здесь в блингдайгере нет какой-то супер необходимости ты можешь играть по кулдауну слипа он примерно сейчас одинаковый с блоковом и просто подходить нажимать бкб в таком случае да тут все будет идеально находит нагу слип через 2 секунды но уже смысла нет нага себя продавит джиггернаут улетает домой да тоже плюс джиггернаут может играть чуть наглее нажимаешь билдфюри нажимаешь телепорт и в данный момент сбить нечем да и в общем в будущем тоже сбить нечем ничего не появится кроме абиссала но абиссал здесь никто покупать не будет ну абиссал башар вы поняли когда-то давно еще манки кинбар давал баши микро баши магические но тогда в любом случае даже если в такой манки кинбар был он не работает на бладфюри джиггернаут потому что урон баш магический сквозь бкб он не проходит такая вот механика была эхо слэм фиссура тотем black hole и что а и что ох 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 они будут пытаются уничтожить верно подходит ультовать никого а зачем эти black hole я не могу понять в чем мысль витра скилор сдается а где help какой-то там платики ржу умер столько кнопок никуда просто используется ужас ужас джекера просто пытается фармить в общем правильно делать не было смысла сюда прилетать или то что они нём вы шокера уже 10 сейчас будет опыт очень быстро и отсюда закупит все книги быстро заберет себе 15 20 там очень мощный талант и 20 25 так особенно это и золотишко это и последствия очень долгий спас 7000 за тайгерс 7000 пора проснуться уже адмиралом и что-то делать мы конечно думаю будем дожидаться просто бакен бары на плате кересе мы говорим о команде адмирал аута игр все прекрасно очень круто действует очень слаженно работают что спереди здесь даже бкб покупать не будет настолько он себя уверенность чувствует и правильно сделает если не будут тратить лишние деньги по крайней мере пока так чтобы блоков облакова чинить 40 секунд достаточно долго шейкер фиссура вылетает штормах ослая май спас 6 контроля просто нереально много это не пережить так ну что же гернаут манта ставил дальше молнии будут но еще можно поиграть поверьте ребят кто там как-то поставила кровь не волнуйтесь вот если еще раз так закинуть минус 5 тогда наверно можно уже будет плакать преимущество будет слишком большой push потенциал у тайгерс хороший потому что сейчас адмирал надо как-то нажать смог нажать slip дать black hole по двоим убить шторма убить там мира на все ты перевернул камбэк нула играешь так каждые три минуты на тайгер свою очередь надо просто держать позиционку не подставляться но и быть готовым в данный момент сбить black hole в данный момент это сделать сложно пока нет бкб до бкб еще восемь сотен мы елнер у миран и пытались как-то бацикера прессинговать не получилось так ну что еще шесть сотен немножко остается может быть блоки бар следующем драке уже у него будет тогда это все изменит очень бедная виверна по-прежнему хорошо пофармила нога но понятно что еще очень далеко до шейкера до нога понятный терр хаммер так это вообще будет взрыв его еще нужно дойти да рошана бы тоже уже можно было подумать тайгерсом забрать хотя с другой стороны у них не самый лучший герой для рошана пугана вообще прошу она особо не работает шторм мира на долго будто убить не так быстро как хотелось бы как так как даже адмиралы могут делать еще джиггернаута и платить кира почти бака бои у бс а по ее слушать опасно на самом деле было опасно на самом деле пугну могли наказать здесь был ну практически один что он был рядом но там и было кол мог зайти то есть там вариантов ну не знали не знали отбирала сколько там людей у них вылвар но вдруг там смог я чё-то типа еще погибает нога вышел пугна с невидимости и закрепил это невидимость убийством там сначала руна была а потом муллайт так там снизу атака на энигму энигма тратит первый блокен бар вот так вот так от грустно знаете энигма не тот герой для которого секунды блокимбара это прям супер потеря как это иногда там бывает некий так уровнем типа герокоптера луна потому что энигме главное нажать bkb дать блок холл и чтобы этот блок холл не сбили сами понимаете блок холл длится не так уж и долго явно поменьше пяти секунд то есть в этом плане это не так страшно только сейчас кулдаун висит 40 секунд это да 150 золота в минуту джиггернаут очень нагло телепорт и уходят все нормально сбить его нечем появляется молния так ну что ж наконец-таки я вижу какой-то смог попытка выйти там и джакира но это что-то я сказал это реально хоть какой-то вариант хоть кого-то убить но они не видят джакира ночь на дворе вижу на практически нет и все смог реализовано не очень не очень реализован вартики ребята расставляют хотя это пока вартик от самого джакира наступает день немножко вардов и от адмиралов то время как тигры фармит фармит и снизу фармит и на центре вот тикер не доставил кибай ну да так ну что ж энигма здесь пока бы black hole хорошо убить еще пока бы добить убили двоих но в общем примерно так ну тут немножко было тикер психанул необходимости бакенбаре не было но не хотели рисковать да да вот вот примерно так ну единственное что я говорю чтобы латики нажил боковой это плохо мог 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 конечно не нажимать вот так вот так и нужно примерно играть лол вот так и нужно камбэкать все да нельзя просто особенно если противник немножко наглеет и ты понимаешь что вот в тот момент когда я могу противника наказать пугнадагон стрела в рошана и пытается убить рошана мирана под липом все таки вот этот фактор отсутствия блок холода вот эти красных кнопок это могут используют айгерс они это и делают было колонет спокойно заходи рошана забирай никаких вопросов не может быть а нужно вот это все дофармить в эти артефакты появится дать блок холл хороший будет вообще не проблема просто будешь брендагера прыгать с этим слипом контролировать четкое положение противника теперь айгис теперь две жизни у штурм спирита снизу очень много идолонов шторм прилетает быстренько все это отпушить отпушил отпушил товар может заданайте неприятно неприятно медалься к на 27 господа и дамы здравствуйте хотят адмиралы поиграть подольше хотя чё же гранат плодфюри нажмёт дело телепорт все правильно все правильно хотя рисковал сейчас мы это видели о как можно было и спас дать просто в него он бы не улетел он и телепорт был очень долгий на самом деле ладно я бы тоже на его месте не долба и спас понимаешь что но это же плодфюри блин телепорт оказался очень долгий брендагера джиггернаута но потихонечку этого парня артефакты появляются тут у нас смоук шейкер смоук развеян и люди шейкер заметили шейкер моментально blink out репутайдом сбить blink не получилось пугно ставит на зер вард шторм снизу тек 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 надо варку тут убрать верно пугно потихонечку свой догон улучшает рейф от enigma вот такой отминает полюс enigma застревает могли бы сейчас и напасть но нападать всей толпой на enigma сами понимаете слип enigma меняет позиции и и всем но зато нашли вард ставится еще один используется moonlight шейкер шейкер готов дать фиссуру в любой момент пока понятно позиции адмиралов для слипа нет никого не видно только шторм бьет тавр и все полетела стрела стрела он то ладно слип есть но это чтобы спасти бла тикера это чтобы спасти бла тикера enigma зацепили айс пасом enigma будут ли прыгать хоть куда-то enigma пока не прыгать нажимает просто блэкин бар винтерский орс есть шейкер выходит убивают виверну black hole пошел хороший black hole можно убить погну погну убили погибает enigma ментально у меня слышно мирану очень много урона очень много урона где-то погжи то мирану нужно убить мирану практически убили а козлаем мира на бессмертных выживает у вау да ладно немножко не хватило не получается 4 в 1 4 1 все ресурсы использованы аегис сохранили мирану не потеряли вот так урона мало было тикера урона нет black hole вроде был неплохой но по факту только пугну смогли убить эту black hole этого конечно мало когда у тебя такая ультимативная комбинация врыв на виверну виверну убивает покупается блатикер но это аегис это аегис но бит шейкера на шейкера убили стрела кто-то стрела она конечно все испогонила не должно так было быть по и цели сам страшно он с бб 26 14 каба это анигмы анигма еще один блокенбар теряет того стоит 6 ладно купил медас будет его реализовать и алиса чё ж он хотел с медасом драку выиграть типа ли когда у противника аегис кстати говоря еще 30 секунд будет уже реализовать не получится но строгой стороны еще black hole нет 70 секунд а шторм уже здесь атака на джиггернаута джиггернаут а минута есть окно и black hole нет и джиггернаута нет правда о том что у нее нет байбека никто не знает посмотрим аегис пропал на джиггернаута все еще нет аккуратненько может зайти по бластами покидаться не более того под моллайтом до забрать т3 понимаешь что джиггернаут либо не хочет выкупаться либо у нее нет байбека дослали 33 тем временем и не гмы сломал т1 оркид появляется у штурм спирита да как же все таки шторм здесь оказался хорош да и в целом вся отыгрывает и шейкер как хорош вот он показывает себя во все красе появляется black hole в общем может быть и сейчас есть смысл снова выходить а тут же герон бакабай какой-то ставите в кубай ну не знаю понятно в чем идея конечно ну и как видите уже пылесосит весь лес тайгерс я могу предположить что может быть просто адмиралов нет смог я не знаю хотя вроде я видел его стоп мнение должен должен быть а смог есть просто просто ждать на базе не получится не работает башер но вот 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 но уже хоть что-то появляется чтобы можно было контролить шторма башер это клевая штука но впоследствии обессил какой-то это реально неплохо е у шейкера но адмиралы пытаются пока просто фармить в общем-то тайгерс не против они также фармит свой ли чужой лес шторм очень мобилен пугны скоро появится диск отличное решение против блаттикера против же гернаута да и против и нигмы как штука крутая но нигмы намечается акторин тоже кстати интересно так по кирина почти по чуть-чуть и нафармил солидную сумму джагер джагер до 400 ну что может быть теперь смог разбить так ну все я вижу они хотят разбить смог хотя это был смог на самом деле настолько глупо а вдруг здесь фарт стоял они даже не проверили ну типа здесь проверили но вот здесь вот вполне вероятно что мог стать фарт здесь это вот точки да там не было них но был сентри но он не палил по факту то не увидел бы ну ладно они не спалились это главное так как они без инигмы что происходит без инигмы куда-то не хотят выйти без инигмы не получится я вас уверяю смог и от самих тайгерс так слушайте может это получится интересная выходит иллюзия одна иллюзия погибает заметили это мы должны были заметить рептайд нага полетел шторм и телепорт что-то странное что-то очень странное не знаю что-то смог нажали половина команды просто уходит сразу с нулевой смог еще начался него пошел фармить как будто они ему говорит парня по как тари не оформлю вообще никуда не выйду и погибает виверна не будет виверна 40 секунд метастик куда-то бы использовать 20 уровень вампиризм берет себе б.с кстати интересно джекерон берет себе урон от блофьюри плюс 100 вместо 10 брони есть брони это много видимо будут крутиться во время блэкова не знаю в чем идея что по всем героям бить пушит пока талий вниз тем временем уже потихонечку заходят тайгерса на хг ну и талий пропушил отправил 2 катапульта много идолонов и делает телепорт в общем заставляя при этом и команду тайгерса уйти назад так что все правильно все правильно сплит это то что нужно для того чтобы игру эту постараться вернуть свои руки пока 18 тысяч в пользу разин но фактор блоково 5 секундная стрела шторм слишком далеко хотели регенерация была нового не стоило того салют пока бы уже очень короткое время длительности имеют 7 секунд у него там 5 уже 6 то есть понимаете этого мало дилемма покупать бкб или что-то купить все-таки другое вместо блокенбара сейчас узнаем да и понятно что и байбек нужно оставлять анигма монлайт монлайт от тайгерс выходит нога надо бы как-то спасти спасать нечем врывается энигма дает блок полна шторм спирита убить получится или нет непонятно а все шторм полетел ахаслоем ей шторм спирита практически убили убивает виверна нага выкупает и шторм спирита все таки в таверне ну что не все так плохо я уже в один момент потому что это полный провал но они шторма все-таки смогли давить сделал этот же гернаут снимает нереальный стрик слип окей миссер хаммер мочи шакира зацепили погибает все-таки и нигма погибает бладсикер как же круто работает шейкер вместе с пуган и погибает и джакира талиб если он не слышь если он не слышно там зикри поэтому бесполезно прилетает уже шторм он появился без байбека это бладстоун и он снова в игре минус 5 минус 6 даже минус 7 там два байбека нет 11 был байбек прошу прощения один байбек был от адмиралов покупалась нога выкупается бладсикер падает а3 могли ведь просто продать эту ногу и все они драться там в нигма врывается урона нет позиционка слабая в итоге байбеки полетели и могут тайгерсы уйти не тайгерсы не хотят тайгерсы идут вперед ресурсов то нету адмиралов драться нечем они у них нет блокола у них нет слипа да ну чтож похоже в этот момент дает возможность тайгерсом перейти на третью карту очень трудно будет камбэкать несмотря на наличие блокола несмотря на наличие слипа у них урона нет они штурма в блоколе не убивали вот как бы и все они просто его не убивали а он не такой уж жирный прям энигма но там куда на блокол да не такой же большая с 20 секунд если взял бы еще ветку справа на 15 ну что в общем то было бы неправильно то там было бы 106 107 секунд так ровно две минуты ровно две минуты скоро будут два блокола ну чтож не сдаются не сдаются парни хотя преимущество уже катастрофическая пугна режет шторм режет мирана все режет а у admiral такое ощущение что никто не режет чекернаут вроде запаковался вроде пустой смотришь его в драке вообще не чувствуется так на что появляется блэкхол снова появляется слип не знаю если смог еще какой-то да смог еще один есть но тогда давайте смотреть скорее всего нажмут да это ну за рошана драться с аэгисом буду то все не хочу никого расстраиваться с аэгисом два раза убить шторма невозможно нет ресурсов таких онлайн пока что tigers я не хотят база выходить на базе не получится выиграть честно скажу они отдают рошана не знаю извините за мою неверу но я не представляю как они будут официально базе когда у противника будут аэгис плюс сыр поэтому они выходят смолки хорошо тогда это все я понимаю без вопросов но блэкхолл должен быть по трем целям по одной цели вы не выиграете три цели джакира 25 25 лавиллу джакира магический нанос чисто урон макро пера сквозь бкб но и остальные иммунитеты к магиям смог вот тут закончится реализовать его не получилось очень круто tiger здесь отыграли часа и вова сами нажимает смог теперь правда муллайт у них нет но так это и страшно и сначала хотят делать какой-то минус нога урона много вор текса и спас на губили нога без выкупа без ноги траться не получается уже давай понимаете непонятно чего начать власти кир нажимает очень тайминговый блоки марла хватит он получил весь проказ нажал бы кп на спеле виверна там бэбэка просто нет может еще строн пойти может сделать как рипов рошана вообще не трогать на штурм регенерацию забирает вау безидейная игра от адмиралов на этой карте посыпались и уже не понимали что делать но не вы покупаете шедов плейд хорошо давайте смотреть но они вдвоем вдвоем в рэйф лак холл так дальше что гага 1-1 нас ждет третья карта в этом финальном матче тайгерс против команды адмирал дота в рамках квалификации на дремлига минор регион юго-осточная азия тема интереснее но здесь конечно адмирала показали не самую лучшую доту но при этом тайгерс играли просто божественно этот шейкер каждый раз вырываете мы помним драку снизу которая позволила тайгерсом продолжать лидировать шейкер там смог сделать два минуса и мирана засейвить и после этого уже у адмирал дота вообще ничего не получалось уходим на паузу 10-15 минут и вернемся на третью карту